всем привет читаю комментарии радуюсь отвечаю на некоторые из них когда успеваю когда хватает времени потому что работа еще помимо вот этой моей болтовни еще много всяческих других дел но тем не менее по возможности стараюсь напоминаю еще раз если вы хотите какую-то пластинку видеть в моих руках посмотрите сначала в плейлисты там очень много уже пластинок показано возможно одна из ваших любимых пластинок там уже освещена мною ну а сегодня я вспомнил вот об этом замечательном альбоме потому что про битлз мы болтаем довольно часто почти все уже заболтали осталось немного к сожалению к сожалению я был бы я вспомнил сергея курёхина кстати который говорил о френке заппи он сказал что мне все нравится френка заппи одно только плохо одно плохо слишком мало пластинок у него хорошо бы было бы побольше но пробился могу сказать то же самое что неплохо было бы еще штук 10 15-20 это было бы очень интересно потому что группа развивалась от альбома к альбому и это абсолютно не означает то что предыдущие альбомы были хуже а новые выходящие были лучше нет они абсолютно на одном уровне качества находились самого начала самых первых своих записей просто вот это вот мелодика вот эти гармонии их вот эта вокальная группа весь ансамбль в целом звуковая извините за выражение концепция она как взлетела на вершину сразу так на это вершине оставалась просто поворачивалась разными своими сторонами разными гранями сверкала и излучала разный свет разного цвета так что все прекрасно просто великолепно и вот эту пластинку я хочу сегодня вам показать если кто и не видел еще let it be 1970 год это переиздание кстати говоря очень хорошее переиздание кто бы что не говорил вот эти бесконечные разговоры о новоделах об оригиналах о первопрессах вот это все я через это все уже давно прошел на самом деле были периоды когда исключительно хватались первопрессы их у меня достаточно я с удовольствием их слушали прекрасно звучат но пренебрегать переизданиями я бы никому не посоветовал потому что вот этот ремастеринг 2009 что ли года до 2009 очень хороший прекрасно звучит и все разговоры о том что вот цифровые записи берутся и переносятся на винил и все это звучит в цифре это все я не буду даже спорить с этим познакомьтесь с каким-нибудь хорошим звукорежиссером профессиональным он вам все объяснит что все так да не так что цифра переносится на винил цифровой мастеринг т.д. это все от лукавого все эти разговоры разговоры людей которые не очень в теме находится скажем так звучание винила она очень сильно отличается от звучания цифры на компакте скажем или цифры там в глубинах интернета это абсолютно разный звук ну просто разные все и винил звучит так как звучит винил чтобы там не происходило до того но я же не говорю о том что мастеринг для винила и мастеринг для цифры для компакта это абсолютно разные сказать мастеринги делаются да бог с ним пласть музыка то хуже не стала от этого но понятно дал этот бей 70-ый год пластинка предпоследняя хотя можно сказать и последняя у группы the beatles вообще-то предпоследнее потому что писалась она до и беру вот всем это известно до записывали в долго трудно муторно как саундтрек к фильму который вышел потом и как-то так не 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 очень хорошо с ним было все с этим фильмом долго его снимали огромное количество пленки потратили огромное количество денег маккарт не занимался всем этим процессом он обожал вот эти вот фильмы музыкальные хотя не знаю хорошо ли это но тем не менее материал этот остался можно посмотреть и это всегда интересно но вышел в результате этот альбом вышел он по моему да он вышел после обе роут даже да вот так вот битломаны сейчас будут хохотать ага не знает когда вышел в надо и беру вот вышел раньше пока возились с со сведением с мастер мастерингом этим самым с дописыванием некоторых песен потому что они не были завершены в процессе в основной временной блок записи получилось так что беру вот вышел раньше но по факту пластинка записано до и беру от естественно в другом настроении совершенно в нехорошем настроении и тут подтверждается моя теория что когда музыканты напряжены у них сложные отношения друг с другом то музыка в результате получается очень хорошая иногда ну на примере пинк флойд я бы этого не сказал потому что я уже начитался реакции на ролик про вишливая ахея который записан который в тяжелых моральных условиях был записан произведен и результат получился на мой взгляд угнетающий совершенно но многим он нравится пускай будет так вот этот бит тут обратная история тут вроде было напряжение вроде все уже уходили приходили расходились собирались но результат замечательный очень неожиданный и эту пластинку точнее эту музыку я чаще всего ставил в машине когда я ездил на машине мы сейчас езжу но сейчас я музыку в машине не слушаю в принципе вообще никакую не радио не не компакт диски там не ничего другого просто не слушаю потому что я не могу слушать музыку и одновременно заниматься чем-то другим вот читать я не могу например или слушать музыку одновременно нож когда я читаю я музыку перестаю слышать вообще это и когда работаю тоже не слушаю ничего так вот в машине я чаще всего слушал этот бит и мне этот альбом очень нравится очень необычный про это уже говорил и он очень странный для битлз очень тяжелый очень тяжелый гитарный можно сказать хард-роковый если вспомнить самые тяжелые песни из белого альбома маккартниевский и леновский там я блюз например песня на мой взгляд одна стоит целого альбома любого любой группы то здесь эта штука развита уже до безумия и я обожаю например вторую сторону который начинается с альбата филин тяжелый гитарный никогда таких песен не играла группа битлз гитарный рев просто гитарный ритм он блюз тяжеленный с диким вокалом маккартни потом с вокалом леннона все это переплетается потом они вместе поют и ощущение такое складывается что битлз это клевая сплоченная рок-группа которая является одним организмом единым целом все они дружат несмотря на то что здесь они уже не особо дружили и уже никакого единого организма не было но по музыке получается так что это просто вот банда единомышленников которые вместе поют вместе орут вместе играют вот айфгато филин это самый яркий пример вот этого совместного музыкального творчества это рок-группа это не продюсер не продюсерский центр которого являлась группа битлз уже после альбома револьвер то есть вот сержант пеппер там мальчиком мистери тор вот эти все истории это продюсерский центр приходили музыканты записывали музыку оркестры 5 10 слушали туда-сюда но это не рок-группа это очень хорошая продюсерская такая компания здесь нет здесь чисто сухо жестко громко настоящий рок-н-ролл очень качественный one of the nine nine следующий номер продолжение в готов фильм только это не гитарный тяжелый ритм и блюз это такой кантри блюз исполненный на электрогитарах с барабанами и с басом очень не очень очень странно это звучит но но прямо здорово с чувством и с хорошей подачей мастерство не пропьешь никакие ссоры мастерство не разрушит очень плотные две песни я люблю очень гитарный ритм и блюз и вот здесь это все прямо так неожиданно для битлз для изысканных английской музыки вода за лонка banding road конечно я пропускаю по возможности потому что ну она уничтожена филом спектром на мой взгляд здесь я согласен с маккартни песня для маккартни она достаточно простая гармонически и и играть очень просто и гармония она очень логичная и в хорошем смысле банальная то есть один аккорд вытекает из другого преды из предыдущего и все прямо вот так вот иначе и как бы и нельзя но она простая нежная интимная достаточно аспекта превратила в грандиозное полотно мелодии лишние туда еще на папа на записывал для струнных и конечно не вяжется одно с другим не как вы люблю харрисон хорошо себя показал больше ничего сказать не могу от get back это шикарное произведение просто которое полностью соответствует i've got a feeling one of the nine on nine и get back это такие настолько ударные рок номера тяжелые интересные get back вообще она несется она катится тащит за собой и и и это не та совершенно музыка которую играли там на сержанте пеппере совершенно новая грань звучание и композиторского мышления битлз очень интересно то же самое можно сказать что про то фас которая хотя это лена маккартни но это больше конечно маккартни это вперед прямо к сольником маккартни но при этом все равно это битлз еще остается это еще не сольник очень здорово бренчащая гитара свободная без ковыряния продюсерских хотя фил спектр тут все конечно рука его тяжелая здесь видна фил спектру я с годами стал относиться как не очень хорошо потому что уничтожил на мой взгляд группа рамонс рамонс свое время все вот эти дэссен чиры рок-н-ролл хая скул это рождение омерзительного музыкального стиля под названием пуп-панк вот это все оттуда пошло от фила спектра и от рок-н-ролл хая скул рамонс который слушать невозможно что это такое вообще непонятно что это за музыка что это для чего для кого вообще не дега пони ленноновская продолжение просто я блюз настолько тяжело настолько интересные гитарные рифы гитарные пассажи гитарные проходы как угодно можно называть и и все это жестко все это сильно громко и в то же время мелодично и в то же время лирично громко одновременно тихо быстро одновременно медленно как я люблю да очень хорошие песни и красный универс еще один леннон еще одна грань его творчества и еще один ляп конечно филоспектора чудовищный потому что та же самая история что the long and winding road интимная личная песня которая превращена в какие-то хоры появляющиеся какие-то струнные странные сзади звучат зачем это все совершенно непонятно песни из из нормальной песни превращена черт знает во что вообще но талант так велик леннона музыка так хороша что даже фил спектр не смог ее испортить все равно все равно хорошая она все равно запоминается и она и является ну когда это один из главных хитов на этом альбоме все хорошо а мимайн я не шибко люблю музыку джорджа харрисона но а мимайн конечно великолепная штука с двумя солирующими гитарами он там постарался харрисон наиграл в разных каналах все это звучит здорово но опять-таки спектр в конце дал вот этого всего вот этого неземного пафоса но как ни удивительно а мимайн в отличие от окрасной универсии the long and winding road здесь этот пафос он как-то сработал на мой взгляд но это это мое личное мнение у каждого свой взгляд свои свои уши там и все остальное как мне кажется в этой песне как раз это было уместно вот эти спектровский грандиоза оркестра оркестра грандиоза это все здесь уместно и очень как-то так все 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 сложилось но это что это акция я не критик я просто что слышу то это и пересказываю вам совершенно не говорю хуже лучше там не нравится не нравится дигит ну это так для кино штучка сделано про let it be понятно все маккартни есть маккартни и это не сольный маккартни опять-таки это битлз так уж получилось все таки маккартни еще не вылетел из не выпал из гнезда он все еще в гнезде он все еще все еще вместе со своими коллегами не буду сложилась все еще вместе ну и мэгги мэй завершает первую сторону просто хорошая народная веселая песня коротенькая тем и хороша пластинка великолепная пластинка рок-альбом настоящий рок-альбом группы битлз в отличие от многих других их пластинок уж точно в отличие от обе роут который мне я я просто его не могу слушать хотя я про него расскажу но для начала пойду пить пока